Добрый день, мои дорогие зрители и гости моего канала. Приглашаю вас сегодня посетить очень красивый магазин декора в Штуткарте Депот. Огромный выбор пасхального декора, весеннего и много разных интересных мелочей для дома. Также хотела вас поблагодарить за то, что подписываетесь на мой канал. Также очень много людей, 96% смотрит меня без подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, это очень важно для развития моего маленького канала. Ну и давайте начнем. Посмотрим, что там красивого и обязательно посмотрим цены. Бутылочки очень красивые, по евро 59 разные, квадратные, кругленькие. Ну, очень прикольно. Наборы яиц по 5 евро, это настоящие яйца перепелиные. Они уже пустые. Очень много разного сухостоя, очень красивые. Цены 10 евро больше, меньше, цены разные. Очень красивые белые рифленые вазы по 13,8 евро. Все возможные, всевозможные вазочки по 10 евро, такая немножечко, как луковица. Ну, я думаю, если вставить туда такой определенный букетик небольшой, допустим, канвалии, будет очень красиво. Огромный выбор кроликов пасхальных, разные цены, поменьше, побольше, керамические, вот такие золотые по 30 евро. Также очень много яиц для декора. Вы знаете, что в Германии принято на пасхальные праздники украшать деревья такими вот яйцами. Они на веревочках вешаются на деревья. А здесь посмотрите, какие красивые пасхальные кролики по 13 евро. Очень красиво украшенные, с бусами, цветами. А здесь подсвечники по 8 евро в виде таких вот красивых яиц. Очень красивые яйца внутри с такими вот красивыми цветами, букетиками по 8 евро. Очень-очень красиво. А здесь очень много разных бокалов, фужеров, для вина, для шампанского, для мартини, для чего угодно. Здесь цены вы видите по 7 евро. Бархатное кресло, такое зеленого цвета, 109 евро. Ну, как акцент, допустим, гостиной. А здесь мы видим с вами инсталляцию, которую предлагают из бутылочек, подсвечников. Очень, кстати, красиво, интересно. Большой выбор свечей в таких квадратных стаканчиках по 5 евро. Запах потрясающий. Очень красивые вазы. Большие, высокие, по 20 евро, по меньше, по 10 евро. И видите, они сверху глянцевые, а внизу матовые. Очень много всевозможного разного декора, вазочки, какие только угодно. И вы знаете, в таких магазинах всегда очень много людей, и всегда люди что-то покупают, не просто заходят посмотреть. Немцы вообще любят очень много вот таких вот мелочей покупать. Они их часто меняют, то есть, какое-то время постоялое, убирают или выбрасывают, покупают новое. То есть, это очень пользуется спросом. Вот в этом районе, где я снимала, таких магазинов три. Они стоят все рядом, и везде есть люди. Шикарный плетеный подсвечник, натуральный, 30 евро. Очень-очень красивый. Такое вот кресло-качалка подвесная, 80 евро. Видите, она из натуральных материалов. Ее можно поставить на балкон или в саду. Очень практично, и немцы очень часто такое приобретают. Пользуются это большим спросом. Очень красивые стаканы. Высокие по 7, немножко пониже по 6 евро стоят. И везде очень-очень много пасхальных кроликов разных размеров, разная цена, разные материалы, цвета всевозможные. Ну, это символ пасхальных праздников. И поэтому, видите, их очень-очень много. Который, кстати, пользуется большим спросом. Подсвечники такие вот интересные. По 10 евро черного цвета под такую тоненькую свечу. И вот такой тоже красивый сухостой черного цвета по 10 евро. Ну, здесь разных цветов. Есть из натуральных материалов. Есть, конечно, и синтетический. Выбор большой. Есть что выбрать. Красивые, смотрятся хорошо. А здесь мы с вами видим детский уголок. Такая вот интересная палатка для детей, для игр. 70 евро. И также много мягких игрушек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вешалка из натуральных материалов. Видите, плетеная. 30 евро для любителей натуральных материалов. Или, может, кому-то в интерьер это может подойти. Интересное такое зеркальце для декора. 60 евро в виде солнышка. Пусть и можно декорировать возле обеденной зоны. Будет, я думаю, очень красиво и интересно. Много текстильного декора, подушечки. Очень красивые натуральные материалы. Ну и все возможные красивые яйца для декора, для украшения дома, сада. Все это немцы очень любят. Поэтому, видите, этого очень много в магазине. Также есть посуда в виде пасхальных кроликов по 5 евро. И посуда с пасхальным кроликом нанесена в виде как орнамента. Тоже оригинально, своеобразно и для праздника очень актуально. Ой, какая милота. По 8 евро такие красивые тарелочки для мюсли использовать. Для деток вот на завтраке, я думаю, очень интересные. И ребенок будет, наверное, с удовольствием кушать в такой тарелочке. А вообще в таких магазинах, я считаю, что очень важно смотреть, как декорируют. Как применяют те или иные бутылочки, всякие вещи. Как они их декорируют, куда они их ставят. С каким цветом они более подходят. Какой тон вот в магазине, разные уголки есть. Один уголок есть зеленый, второй желтый, розовый. Нужно, я думаю, обращать на это внимание. И тогда можно какие-то идеи почерпнуть для себя, для своего дома. Даже так же посмотреть соотношение цветов. Даже это можно присмотреть вот как одежду. И это все нужно, как говорила одна блогер, насмотренность. Я думаю, что в этом есть мысль. Поэтому обращайте внимание вот именно на цветовую гамму. Даже вот эти вот, как бы вначале показалось бесполезные бутылочки. А как они красиво декорированы и как они красиво вписаны вот в интерьер. Такие красивые цветочки. Посмотрите, какие милейшие по 10 евро. Мне очень понравились розовые и такие светло-кремовые. И вот такие красивые цветочки по 5 евро. Очень похожи, как на засушенный чесночок. Ну, тоже очень красиво. И предыдущие вазочки, которые мы с вами смотрели, очень бы они туда подошли. Вот именно такие вот небольшие букетики. Оригинально, красиво и современно. Ой, посмотрите на этот шикарнейший уголок. Кролик, нарциссы. Такие красивые цвета. Желтые, зеленые, бежевые. Ну, просто загляденье. Такие красивые игрушки, как бы елочные. Но это уже пасхальные по 5 евро. Оригинальные, красивые, красивый декор. Все такое милое, красивое. Это и один раз купил, и каждый раз его можно компонировать с разными вещами. И каждый раз будут играть по-новому. А сколько можно посмотреть идей, чтобы сделать это самому. Очень красивый, милый веночек. Демцы любят вешать разные веночки на двери, на рождественские праздники, на пасхальные праздники. Это как бы очень похоже на лебяжий пух. Такой белый, просто замечательно красивый. 25 евро. Ну, я думаю, один раз купил, и несколько лет его можно им пользоваться. Он на дверях висит, и это же не то, что его одевают, носят, стирают, что он потеряет свой вид. А этот на двери повисел, убрал, и все, на следующий год лежит новое. И один из моих любимых отделов, это отдел, где продают такие вот сухостои, такие красивые цветочки по 13 евро. Я люблю, они освежают комнату, придают шарм. Каждый день живые цветы покупать не будешь. Во-первых, на это нет времени. Во-вторых, днем мало кто из нас с ценными днями бывает дома. А сухостой купил, он всегда актуален, красив и свеж. Посмотрите только, какие разнообразные цветы засушены. И цены 8, 9, 10, 13, 15. И такие небольшие букеты, которые можно собрать, красивые букеты, и использовать те же вазочки, которые мы с вами видели. Я думаю, будет очень красиво, нарядно и необычно. Такие вот необычные цветочки. А здесь уже, конечно, более практичные бутылочки по 3 евро и по 2,60, которые можно использовать для масла, уксуса. А здесь для любителей, которые ведут кулинарные каналы, разные мерные ложечки, такие емкости. 20 евро такой вот набор. Хочу сказать вам, что мне очень понравилось в этом магазине. все очень красивое, все очень хорошего качества. Цены средние для Германии – это нормальная ценовая политика. Сказать, что это дорого, я не могу. Дешево тоже. Нормальная, средняя ценовая политика. Вещи очень красивые, очень много интересных, полезных идей. Можно подчеркнуть, что-то можно сделать самому. Также можно поучиться некоторым моментам, вещам у немцев, как они умеют это все использовать. И очень любят они декор, очень любят садоводство, очень любят садить цветы. Поэтому я думаю, что вам тоже было интересно посмотреть на товар, на ассортимент, на цены. А на этом я с вами буду прощаться. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, пишите свои комментарии, как вы вообще любите ли декор. В преддверии вот всего нового, в котором мы с вами время живем, очень это модно, актуально. И некоторые люди на этом делают бизнес. Так что это тоже можно взять на заметочку. Всем удачи, до свидания, до новых встреч в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok